привет друзья сегодня 26 сегодня в питере парад но мы сегодня не идем на парад почему увидите у меня рюкзак тяжелый в нем самый главный наш сегодняшний объект точнее инструмент и снимать мы сегодня будем макро а снимать мы будем с помощью штатива эндуро а x214 и о нем записывал много вы знаете его но сегодня я покажу вам воистину невероятные возможности как его можно использовать по полной программе и и и и и и и и и друзья мои привет мы с вами из леса в нем уже снимали много раз на этот раз надеюсь что мы что-то сможем тоже показать вам про макро сегодня будем говорить про макросъемку ну и соответственно какие особенности съемки и вы сейчас находитесь на штативе эндуро а x 214 ну двойка 2 понятно что 4 это количество ног но сегодня 4 не только конечно ног сегодня 4 еще 4k мы сегодня снимаем видео в 4k смонтирую я его потом переведу в hd но вы посмотрите заодно напишите комментариях что вы считаете по поводу 4k в общем разница будет я надеюсь ну и будем снимать макро сегодня какие-то особенности макросъемки в лесу я покажу это нужно будет для видеографов которые делают какие-то проходки с дронов какие-то крупные планы средние планы ну и макро планы тоже интересны поэтому смотрите подписывайтесь думаю что все будет хорошо что же важно при съемке 4k вот первое 4k говорю что же важно при съемке макро первое правило то что макро мир он очень сильно отличается от нашего обычного мира поэтому если вы думаете что это так выглядит например вот такая сосна на камере все может совершенно по-другому поэтому когда вы идете по лесу и хотите снять макро вы смотрите как человек который снимает пейзаж но макро мире все совершенно по-другому и приблизившись поближе вы сможете увидеть что внешне которые объекты казались форма обычная внутри 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 в макро мире может быть принципиально другая это касается всех структур нашей вселенной до понижаясь или повышаясь на разный уровень макро или микро вы получаете новые свойства соответственно новые формы и новый свет конечно павионыч вам поможет вот так друзья мои мы будем рассматривать пример а то о чем я вам говорил по поводу макро мира примере вот этого объекта это пень он достаточно старый разрушенный и покрытый весь лишайниками всевозможными красивыми вещами я буду я сейчас только что сделал кадр вот эту часть всю снял как обычный объект поскольку в макро мире и приблизкой съемки close up требуется достаточно резкость по всему во всей глубине а здесь у нас объект крупно снимается поэтому мы должны согреваться достаточно сильно первое правило это закрываетесь сильно потому что то чтобы 2 и 8 на обычных расстояниях на макро мире это все совершенно по-другому поэтому там резкость начинается где-то от восьмерки от семерки это вот буквально сантиметры я сейчас снимаю примерно с расстояния локтя то есть примерно 40 сантиметров с 50 это на самом деле не макро ну первый кадр мы сделаем именно такой я покажу сейчас какие объекты я увидел да ну вот с этой точки зрения здесь есть некая такая скала да и я попытаюсь вам показать что даже вот на таких диафрагмах задний фон будет достаточно сильно размыт мы сейчас снимем на я уже снял на восьмерки по моему и сейчас снимем еще на открытом 2 и 8 чтобы показать вам как влияет глубина резкости так называемый гриб на вот эту всю структуру теперь друзья мы перейдем вот вот в эту часть и снимем более крупными крупную часть вот как раз вот эту часть мы попробуем снять его состояние как раз моего объектива минимальная для до макро я сегодня не специально не брал насадки которые позволяют снимать 3 сантиметров но будем снимать сначала с 25 сантиметров потом будем приближаться и смотреть если линзу поставлю если нет тогда будем использовать подручные средства итак мы переставили камеру у меня камера сейчас стоит сфокусирована вот на эту часть вот этот горный массив так называемый до зеленый я его снимаю примерно с 25 сантиметров это уже расстояние учить больше моей ладони менять знаю будет видно или нет я покажу вот эта часть мне пришлось немножко изменить угол потому что в макросъемке вы работаете с очень маленькими объектами поэтому вам требуется учитывать любое изменение света я здесь вижу через дисплей не через вид искатель здесь нужен дисплей обязательно вот эту структуру которая вот в этой части здесь достаточно такие большие зеленые образования мы приблизились поэтому я изменил немножко угол то что я говорил угол съемки макро имеет очень большое значение угол с угол связан со светом поэтому обязательно смотрите на угол съемки ну и смотрите видоискатель я имею виду электронный сейчас мы с вами снимем это на открытой диафрагмы я уже снял на восьмерке приложу фотографию следующий кадр будет на открытой 2 8 чтобы вы понимали как изменится глубина резкости и насколько изменится вообще характер друзья мой уникальный факт сейчас я думаю что вы видели на нашу вершину забрался очень интересно я сейчас быстро отключаю съемку со срочкой попробуем снять быстро вот этого животного насколько я успею насекомого я не виду мне достаточно сложно будет сейчас изменить фокус я попробую это сделать попробую предвидеть когда он заберется на вершину но он уже забрался уже сидит позирует ребята надо еще закрываться давайте быстренько закроемся он позирует в тени я надеюсь нас и сигма с большим разрешением сможет это сделать я тем более немножко закрылся и сейчас вы видите все в интерактиве как это происходит мы уже готовы к съемке мы зашли в это состояние и наши интересные туда вместе он здесь подсвечен поэтому мне придется немножко быстренько изменить положение поймать точку золотого сечения сигма фокусируется очень хорошо несмотря на все ее недостатки я немножко прикресса но недостаточно света значит я отсюда вижу что мне на светлом фоне его поймать должен мне нужно немножко сдвинуть штатив я сейчас изменю но боюсь что это быстро уйдет сейчас я увижу видоискатель я ведь углы не ловлю то есть изначально я смотрю чтобы вот это насекомое было на светлой части на фоне нас на заднем фоне должен быть свет поэтому представить что если с вами быстро куда-то заспешил почувствовал что-то не то ну вот теперь все зависит от ваших вашей скорости я сейчас видите закрыт сильно поэтому могу рассчитывать на то что будет примерно примерно все-то резко он сейчас смещается он уходит на другую скалу так называемую сейчас мы его поймали он сейчас завис немножко тем не менее у меня задний фон он сейчас подсвечен сейчас залезет еще наверх видите у нас какой интерактив с вами сегодня я закрылся еще закросы на девятку наверное этого недостаточно опять он вернулся на то же самое место ну ребята на самом деле это достаточно сложно если у вас есть движущийся объект чем я вижу что он забирается вот на этой скале на эту скалу поставить в эту точку и рассчитывать на то что он выйдет в эту часть ну это действительно искусство и вот эти реакции о которых я говорил которые важны очень при съемке они имеют здесь очень большое значение поэтому я закрылся глубоко видите пришел на другое место совершенно вполне вероятно что он может быть перейдет на эту скалу на высокую там и тогда мы получим совершенно невообразимый сюжет скалолаза альпиниста да я вижу что он здесь уже насколько он высоко заберется мы будем рассчитывать что что-то это произойдет будем ждать и надеяться на это я надеюсь что вам это видно я еще переведу кадр вот таким вот образом уведу сюда не знаю насколько вы это увидите надеюсь что это произойдет во всяком случае сейчас я его не вижу ну все-таки он находится где-то здесь я вот сейчас могу свободно зайти в кадр из и посмотреть в какой части находится наш объект даже если я попаду в кадр ничего страшного не будет вот сейчас она будет даже интересно вам посмотреть на он вот в этой части я ни в коем случае не трону видны усы да он должен забраться наверх чтобы мы смогли его зафиксировать поднять свои усы вы знаете достаточно сложно все это делать с учетом того но у меня стоит полярационный фильтр если вы знаете да поэтому это нам дает плюс поскольку он выделяет цвета и он убирает лишнюю влагу которая находится между нами сейчас в лесу очень влажно значит смотрите что мы еще сделаем я не буду выключить камеру мы снимаемся в 4к надеюсь что вы оцените мою сегодняшнюю работу все пошли на парад я сегодня не для этого значит теперь мы делаем светом здесь что интересно интересно в том что если объект какой-то появляется вот такой прозрачный то мы можем ловить совершенно фантастическое явление так называемый боке контровое на как у меня тут штатив зажал все даже не достать обращаю внимание что благодаря тому что ноги здесь хорошо выдвигаются их можно изменять положение я смогу показать какие-то вещи обычных услуги удирает кстати дирает дирает ну давайте сделаем так я попробую это снимать заодно вы сможете посмотреть мою технику отработки съемки с рук я буду снимать на 2 и 8 понятно что я соберу больше света у меня будет короткая выдержка я смогу хоть что-то сделать резким для того чтобы удостовериться что все будет нормально я переведу еще чувствительность и за на большую на 500 поставлю лишнее я потом все отрежу включу макро режим сразу же там мой объектив мне придется настроить точку в середине чтобы можно было как-то кадрировать он сейчас спасается от нас он зашел на зеленый фон на зеленом фоне конечно его не видно совершенно но он сейчас пойдет на коричневый фон поэтому вполне вероятно что можно будет снять его на коричневом фоне вот пока он находится на зеленом фоне вышел на коричневый ну здесь конечно фантастический пейзаж когда он поднимается такое ощущение что это гора и конечно с рук снимать это очень сложно но поверьте иногда кадр стоит того чтобы быстро взять камеру в руки и сделать так называемый макрос рук ну сейчас он ведь от отделился и у меня есть некая какая вершина я уже сфокусировался на ней он сидит на самой вершине не поверите я сейчас попробую сделать контровой свет с рук у меня задний фон это светлая часть ольхи которая дает возможность мне отделить этот объект я снимаю сейчас на свой страх и риск даже попрусь немножко вы слышите звук фокусировки да это некие такие недостатки когда мы снимаем макро у нас есть задержка объектив достаточно быстро двигается ну вот сегодня такой угарная макро угарная макро с насекомым поэтому понятно что насекомые украшает и движение в кадре о котором я всегда говорил это всегда украшение любой фотографии пейзажной в том числе и пейзажной макро который мы сейчас занимаемся с вами именно этим мы и занимаемся пейзажной макро вообще развитие фотографии макро фотографии возможности они тесно связаны все равно с людьми которые занимаются этим поэтому я вас всегда призываю к экспериментам уходите снимайте я сегодня тоже не знал что у меня ждет я знал что ждет что-то интересное но тем не менее я никак не готовился и все-таки надеялся на то что сейчас хороший кадр был бы да мне нужно вас куда-то повесить я обнаружил еще один объект это тоже пень но он имеет совершенно другую структуру абсолютно я тут очистил немножко это некий такой стадион когда-то тринадцатом году я был на сицилии там был такой такое место тиндери насколько я помню это святое место мы как раз попали в праздник и она находится на горе так вот высоко с этого места видно вулканы все самые известные в мире вулькана ли паре ну и собственно говоря все остальное и там же отрыли большой во первых не саркофаг стадион римский театр да так называемый и из этого места совершенно фантастически как на ладони вот этот стадион виден на самом верху мне это напомнило вот такой стадион на котором могут развернуться какие-то события я вижу здесь очень интересные решайники они маленького размера но при этом свет здесь достаточно рассеянный из-за деревьев которых мы снимаем постоянно в том числе и рябина которая над нами соответственно мы попробуем сделать какую-то здесь батальную сцену надеемся что объект появится если нет мы попробуем это обыграть вместе с вами так друзья мои я нашел еще один объект надеюсь закроет еще какую-то интересную вещь здесь паутина с контровым светом и там внутри сидит паук мы сейчас попробуем снять это с нескольких ракурсов посмотрим что с этим получится важно поймать здесь требуется ручная фокусировка потому что очень маленькая все очень тонкая паутина соответственно тоже поэтому скорее всего для того чтобы реализовать не попробуется недюжинное мастерство потому что мало того что он движется свет тоже перемещается соответственно блики изменяется я хочу сделать глубокую картину паутины то есть она движется соответственно мне потребуется мало того что закрыться еще попробую сделать так чтобы это было резко ну и контровой свет здесь не дает возможности пути на очень тонкая поэтому сфокусируется в автоматом невозможно только вручную фокусировку я вижу что можно с верхней точки для этого мне нужно очень сильно высоко поднять штатив и слава богу что у меня эндуро 214 почему он называется x x файлы да потому что он может сделать вот следующий я могу поставить его выше своего роста попробуем снять его с верхней точки потому что он переместился сейчас в середину но тем не менее нам достаточно сложно будет поймать его попробуем конечно в этом плане конечно внешний дисплей был нас спас но у нас его нет поэтому мы будем делать искать его в видоискателе примерно и в эту точку будем пытаться найти ручную фокусировку еще один прием я могу ослабить боковой до для панорама до продвижку горизонтально попробовать его найти в ручном режиме я примерно на паутину и буду искать его параллельно наверняка где-то он есть теперь я вижу что он переместился поэтому нам сложно достаточно было найти сейчас я выставлю макро режим мы подвинемся еще ближе в случае когда нет штатива когда нет возможности как-то объекта быстро перемещаюсь и сфокусировать рассчитывайте только на свои руки я в данном случае сейчас буду рассчитывать на свои руки я буду делать все равно фотографии потом в монотоне поэтому сейчас выставлю максимальная изо я могу тысячную поставить для интереса заодно посмотрим что будет поставлю одну тысячную никаких задержек все будет сниматься с рук с помощью приема натягивания ремня я буду снимать с нижней точки попробую сделать так чтобы и открытый полностью на 2 и 8 соответственно получу достаточно короткую выдержку надеюсь который позволит мне ну конечно макро режиме ну и для этого еще есть режим ограничение резкости да то есть макрон для этого сделан но все равно придется ручной режим использовать контролировать само нахождение объекта я понимаю что где-то в районе 25 сантиметров это примерно да вот я сейчас вижу его увеличение вижу что это достаточно резко у него на спине узор выдержка у меня получилось одна тысячная он в контровом свете поэтому его различима но руки дрожат все равно даже при такой выдержке но есть шанс шумов огромное количество но остается надеяться на то что я найду еще какой-то интересный план попробую это сделать нижней точки в таком положении все равно приходится видите настраиваться вручную он мне конечно помогает фокус но он все равно найти его не может да это чрезвычайно сложно при том что объект размером с мой мизинец поэтому без штатива здесь достаточно сложно плюс это все колеблется поэтому здесь имеет значение решающая выдержка и для этого мы открылись полностью плюс здесь темно поэтому вот такой сегодня эксперимент сложный да я бы сказал попробуем еще в контровом свете его с торца сделать здесь боке прекрасно я вижу с рук это очень сложно сделать ну давайте попробуем все-таки сделать это со штатива раз так друзья мы закончили съемку лука я сейчас попробую все-таки вам показать его насколько это будет возможно насколько iphone сможет сфокусироваться на этот предмет не знаю уж какой свет нужно дать до чтобы он увидел этот объект ну подозреваю что ему будет чрезвычайно сложно в этом плане все аналоговые системы они конечно дают преимущество больше потому что обнаружить его ему достаточно сложно он конечно паблика может попробовать найти но пока ничего не выходит я поставил заключительную батарейку мне они закончились практически этот принцип тоже в макрофотографии имеет значение и отправляясь назад поскольку еще один объект который я хотел бы снять но пока я его не нашел в лесу сегодня утром я его ел уже это грибы сейчас попробуем найти и снимем еще с необычного положения на штатив которому позволяет делать чудеса можно сказать а а В этот раз, пока вы смотрите на объект, который я нашел, солнце зашло. У меня хорошие условия, низкий контраст, поэтому я быстро раскладываю штатив. Никаких макрорежимов. Один из моих любимых жанров. Съемка вот таких объектов. Полностью открыто все, никаких коррекций. Я пытаюсь поймать, пока солнце не вышло. Треть секунды – это хорошая выдержка для леса. И одна секунда. Но это с рук не сделать, вы знаете, поэтому для этого нужен штатив. Еще один крупный план. Вот так я хочу сделать. Глаз помещаю в правую треть, с нижнюю. И почти секунда. Свет начинает выходить, поэтому я смогу открыться на 2,8 и попробовать еще раз. Свет в лесу выходит плавно из-за того, что деревья, поэтому учитывайте это при съемке. Еще один фокус я сделаю на глаз. Такая ветка некое подобие. Одна шестая секунда. Свет выходит, но здесь уже большой контраст, поэтому... Но зато глаз появился лучше. Можем немножко убрать, закрыться. Еще один кадр. Ну и еще на закрытых. Все, двигаемся дальше. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, грибы, которые внизу на земле, я не расшел, но расшел вот такие грибы, которые вы тоже знаете хорошо. И здесь я смогу показать вам, почему именно такой штатив в таких местах требуется. Классический обычный штатив, если вы разворачиваете его, он все равно может увеличиться, конечно, немножко по высоте. Ну вот сейчас вы видите, как это происходит. То есть я могу разложить его полностью, приблизить вот таким образом, как-то вот таким образом. Здесь старые засохшие сучаи, я их уберу. Но бывают случаи, когда по каким-либо причинам не подвинуть вот так штатив. Я в таких ситуациях был частенько, вы видели эти мои видео, когда я снимал на противоположной стороне, где я хочу поймать, например, ракурс определенный. И вот, например, в данном случае я ищу контровой свет, чтобы сзади был свет, чтобы в боке был красивый. Я нашел его. Вот в этой части, если вы увидите, есть некий свет. Вот я хочу вот так это сделать и снять на открытой полностью. Что мне для этого требуется? Для этого я должен найти точную точку этого света. Но мне не хватает длины. Вы видите, что не хватает длины. Многие скажут, ну, ты можешь там поближе поставить. Это все верно, конечно, это хорошо. Но здесь вы не имеете возможности точно настраивать положение камеры в горизонтальной плоскости. Сейчас я покажу, как это происходит. Вот, друзья, показываю, как это выглядит, для чего это нужно. Соответственно, как вот я хочу поймать весь кадр и плюс сделать на контровом свете это все. Я сейчас сделал не одну фотографию, но вот сейчас хочу сделать еще с отсрочкой. Поэтому поставлю отсрочку 10 секунд. Штатив успокоится за это время. И на большой закрытой диафрагме на девятке все это сделаю. Это благодаря АХ-конструкции, которая позволяет мало того, что выдвинуть полку вбок, плюс ее переставить в этой части, снизу сделать, снять сверху, да. То есть разные степени свободы. И это наиболее совершенная конструкция, которая дает возможность сделать очень много вариантов установки штатива. Это так называемые технические штативы серии АХ от Эндуро. Именно этот штатив мы сегодня тестировали. АХ-214 Эндуро. Поэтому все, кто интересуется вот такой конструкцией, обращайтесь. В интернете вы найдете данные по этим штативам, по головкам, которые они делают. Я использовал 3D-головку с тремя раздельными степенями свободы. И плюс четки дна вот такая выдвижная конструкция, которая мне позволила сегодня сделать вот такую вам экскурсию. Надеюсь, вам было не скучно. Детрах, друзья, подходит к концу наш сегодняшний макро-пейзажной фотографии. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что вы будете использовать эти навыки в своей фотографии. И ваши все фотографии будут успешны. И обращаю ваше внимание на обязательное, конечно, наличие хорошего штатива для того, чтобы заниматься пейзажной фотографией. Это очень важная часть нашей работы. Поэтому всем желаю успеха. С вами Фавион Иванович. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!